вы знаете какие изменения происходят в гормональном фоне женщин в периоде климакса а знаете ли вы как эти изменения могут влиять на ваше общее здоровье я евгения михайловна назимова гинеколог эндокринолог врач высшей категории сегодня мы подробно обсудим тему гормонов и разберемся как правильно помогать своему организму в период климакса уверена об этом знают далеко не все женщины поэтому давайте начинать и так что такое климакс и почему он происходит климакс это естественный процесс в жизни женщины который связан с постепенным снижением уровня женских половых гормонов эстрогенов вплоть до полного прекращения их выработки в яичниках в среднем яичники женщины начинают снижать свою активность в возрасте уже 37 с половиной лет важно знать что климакс нельзя избежать или просто ждать пока он закончится потому что происходит это только с окончанием жизни женщины теперь давайте рассмотрим какие изменения происходят в организме женщины в период когда яичники начинают хуже работать и производить значительно меньше главных женских гормонов эстроген у женщин начинают проявляться такие симптомы как приливы жара повышенная потливость сухость кожи и слизистых нарушается сон память случаются резкие перепады настроения многие женщины не связывают подобные симптомы с наступлением климакса соответственно не обращаются к врачу чтобы справиться с этими проблемами а изменения в организме продолжают происходить и если к моменту полного завершения работы яичников женщина продолжает бездействовать то через пять десять лет после этого она может столкнуться с куда более серьезными заболеваниями остеопороз сердечно-сосудистые заболевания диабет атеросклероз и другие поэтому важно понимать что климакс не является болезнью но может привести к различным серьезным проблемам со здоровьем женщины достигшие этого периода должны обращать больше внимания на свое здоровье и регулярно проходить медицинские обследования какие обследования нужно проходить каждой женщине минимум один раз в год чтобы держать под контролем свое здоровье вы узнаете на моем бесплатном вебинаре стоп климакс для участия нужна только регистрация по ссылке в описании этого видео каким же образом гормональные изменения влияют на здоровье женщины женская репродуктивная система регулируется половыми гормонами и самые главные для здоровья женщины гормоны это эстрогены которым относятся четыре гормона эстрадиол эстрон эстреол и эстетрон именно эстрогены обеспечивают нам все атрибуты женственности а кроме того отвечают за качество всех тканей кожи слизистых оболочек хрящей мышц и костей здоровье сердца и сосудов хороший обмен веществ правильную работу головного мозга хорошее настроение и блеск в глазах но все хорошо в меру если эстрогены не сбалансированы с другими гормонами возникает избыточное влияние эстрогенов гиперэстрогения такое состояние может привести к развитию таких гормонозависимых заболеваний как миома матки эндометриоз проблемы с эндометрием полипы и гиперплазия кисты яичников заболевания молочных желез в самом выраженном проявлении это могут быть онкологические заболевания матки придатков и молочных желез однако если эстрогенов не хватает то все ткани о которых я говорила выше начинают испытывать недостаток этого гормона и тогда возникают проблемы с сосудами кожей слизистыми оболочками нарушение кровоснабжения всех тканей сухость и истончение тканей атрофия ухудшение качества костей повышение давления изменения в обмене веществ нарушение работы головного мозга второй гормон который также оказывает влияние на женское здоровье это прогестерон в норме уровень эстрогенов строго сбалансирован с прогестероном если прогестерона вырабатывается недостаточно в репродуктивном возрасте это может привести к развитию бесплодия и невынашивания беременности и в любом возрасте к развитию дисбаланса гормонов третий важный половой гормон тестостерон который традиционно считается мужским гормоном однако он тоже вырабатывается и в женском организме просто в меньшем количестве кстати именно из тестостерона в организме женщины образуются эстрогены впрочем как и у мужчин кроме того тестостерон влияет на все процессы связанные с созреванием яйцеклетки и зачатием хорошее состояние тканей особенно костномышечной системы устойчивость организма к стрессовым воздействием эмоционально волевые качества сексуальной женщины тестостерон участвует формирование полового влечения и стремление к половому контакту при избытке тестостерона в организме в том числе относительно из-за уменьшения выработки эстрогенов формируется гиперандрогения которая приводит к проблемам с менструальным циклом нарушению процесса зачатия вынашивания беременности и поликистозу яичников репродуктивном возрасте ухудшению состояния кожи могут появиться угревая болезнь выпадению волос на голове избыточному росту волос на теле и лице изменению голоса и фигуры по мужскому типу понятие дефицита тестостерона для каждой женщине будет очень индивидуальным и зависит от чувствительности рецепторов гормону и его метаболизм если тестостерона не хватает то это может приводить к снижению полового влечения мышечной силы и в целом снижению активности женщины теперь давайте поговорим о том как компенсировать дефицит половых гормонов и для чего вообще это нужно делать так как эстрогены пока они еще вырабатывались яичниках защищали ее от самых разных опасных заболеваний ведь и сердечно-сосудистые заболевания и атеросклероз и остеопороз стремительно развиваются в организме женщины при дефиците половых гормонов то логичным станет компенсация этих дефицитов при отсутствии противопоказаний самым оптимальным вариантом будет применение менопаузальной гормональной терапии изначально эта терапия была разработана как раз для того чтобы снизить риски заболеваний сердечно-сосудистой системы у женщин менопаузальная гормональная терапия официально рекомендована министерством здравоохранения российской федерации и является терапией первого выбора при наличии противопоказаний или нежелание женщины принимать гормоны стоит обсудить с лечащим врачом применение негормональных стратегий именно применение адекватной терапии наряду с коррекцией питания нормализации режима дня регулярной физической активностью поможет вашему организму справиться с гормональной перестройкой и сохранить здоровье молодость и энергию на долгие годы в комментариях поделитесь своим мнением о сегодняшнем выпуске какая информация была новой для вас а пока я прощаюсь с вами не забудьте подписаться и включить уведомления о выходе новых видео чтобы не пропускать важную для вашего здоровья информацию до встречи